Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Предлагаю мой самый любимый вариант приготовления скумбрии. Я солю и мариную скумбрию различными способами, но приготовленная именно таким образом нравится больше всего. Рыбка получается с таким пикантным, необычным, насыщенным вкусом. Отмечу, что количество специй регулируйте на свой вкус, а список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием к видео. Для начала быстренько разделаю скумбрию. Беру две рыбки достаточно крупного размера. Желательно, чтобы она оставалась слегка подмороженной, тогда ее легче будет разделывать. Отрезаю голову, хвост и все плавники, кроме спинного. Надрезаю брюшко и удаляю внутренности. Внутри можно просто хорошо протереть, но я предпочитаю вымывать вот эту черную пленочку под проточной водой. Далее обсушу и сделаю продольный надрез вдоль спинки. Сначала с одной стороны плавников, отодвину филе ножом и затем точно так же сделаю с другой стороны. В общем-то, рыбку можно мариновать и прямо с костями, просто разрезав на порционные кусочки, но лично мне больше нравится так. Удаляю хребет, вырезаю нижние кости и по возможности убираю оставшиеся кости. Режу рыбу на порционные кусочки. Они могут быть любого размера. И теперь сделаю маринад. Для этого в небольшую кастрюльку кладу натуральную концентрированную томатную пасту. Наливаю 2 столовые ложки воды, рафинированное подсолнечное масло, добавляю одну чайную ложку с небольшой горочкой сахара и 2 столовые ложки также с небольшой горкой каменной соли, чайную ложку молотого кориандра, пол чайной ложки молотого черного перца и совсем немного перца чили. Повторюсь, ориентируйтесь на свой вкус. Размешаю и отправлю на огонь. Нагрею непрерывно помешивая, доводить до кипения не нужно. Добавляю яблочный уксус, в принципе подойдет любой 6 или 9 процентный. Хорошенько размешаю и дам остыть, а тем временем лук я нарежу тонкими полукольцами. Выкладываю в лук остывший маринад и тщательно размешиваю. На дно посуды, в которой буду мариновать рыбу, выкладываю слой лука. Сверху в один слой укладываю кусочки рыбы кожей вниз. На нее лук с маринадом и так буду чередовать слои. Поверьте, чем больше вы возьмете лука, тем блюдо будет вкуснее. После того, как все уложу, закрою контейнер и отправлю в холодильник. Считается, что рыбка готова уже через несколько часов, но лично я всегда выдерживаю ее не меньше суток. Рыбка готова, можно пробовать. При открытии контейнера вы почувствуете потрясающий аромат. Традиционно я подаю такую скумбрию с вареной картошечкой, но, честно говоря, она вкусна и просто так, с черным хлебом. Ну, а лук в этом блюде это вообще что-то особенное. Я, как любитель лука, могу его есть без ничего. Отмечу, что помимо специй регулируйте также добавление уксуса, в зависимости от того, насколько кислый у вас томат. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на моем канале также и другие рецепты приготовления скумбрии и не только. И подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok